всем привет с вами Юля и мой факультет рукоделия и сегодня у нас видео в необычном формате как вы видите у меня в гостях вот такая чудесная девчонка зовут ее Амалия знакомьтесь и мы сегодня с Амалией вернее для Амалии будем делать что мы будем делать ободок ободок а на ободке у нас что будет Эльза покажи Эльзу вот такая красивая Эльза у нас будет на ободке для того чтобы сделать такой ободок нам понадобится сам ободок еще нам нужны будут репсовые ленточки широкие это ленточки 3,8 миллиметра и их купить можно в магазине любимые ленточки ссылку я оставлю внизу в описании так что вы можете пойти и купить там все еще нам нужно будет кружево чтобы платье у Эльзы было очень красивым да вот такой вот бусинкой мы украсим платье Эльзы еще нам нужны будут нитки иголки вот такие фетровые кружочки еще нам для мастер-класса нужна будет зажигалка и клеевой пистолет и если нас сейчас смотрят такие же девчонки как Амалия хочу предупредить Амалия как ты думаешь вот этой зажигалкой и вот этим горячим клеевым пистолетом можно пользоваться без взрослых нет нет конечно обязательно в присутствии взрослых потому что это все опасно и так еще понадобится нам линейка все можно приступать поехали смотри маляш мы сейчас из розовой ленточки будем делать с тобой первый бантик на фоне которого у нас будет с тобой находиться Эльза смотри для того чтобы нам сделать этот бантик я подготовила вот такой вот шаблончик если мы возьмем линейку и измерим сколько здесь сантиметров по ширине 8 сантиметров ширина здесь по серединке у нас вот такое вот вырезано отверстие то есть похоже на какую-то букву да какая-то буква ай ты запалились нет в общем шаблон у нас похож на букву на букву п вот такой вот шаблончик и сейчас с помощью него мы будем делать первый бантик смотри вот так вот под углом немножко мы закрепляем ленточку вот здесь даже вот так обыкновенная прищепка для волос она нам с тобой поможет так вот раз и теперь вокруг шаблона я обматываем нашу ленточку всем и вот здесь вот закончу теперь можно обрезать давай возьмем ножницы и обрежем здесь ленточку вторую заколочку берем и также прихватываем чтобы она у нас не разболталась не размоталась вот видишь как она у нас получилось и вот здесь на фоне вот этого разреза вот здесь видно лучше мы будем сшивать сейчас наш первый бантик ну Сама попробуй втыкай и с этой стороны выводи теперь рядышком ставим иголочку теперь с этой стороны переворачиваем шаблончик с этой стороны выводим теперь это снимаем форму нам больше не нужно смотри что мы делаем тянем за ниточку и вот так вот собираем это все в бантик знаешь какой бантик у нас получился вот такой красивый у нас получился бантик на фоне его у нас будет находиться Эльза я сейчас закреплю в ниточку по бантику еще раз пройду и вот здесь вот сделаю закрепочку вот так делаются узелочки видишь петельку сделали и в эту петельку узелку проделим все закрепили теперь переножницы отрезаю ниточку вот тут прям рядышком молодец все и вот так будет выглядеть наша Эльза да вот так вот она будет на бантике очень красиво будет вот сейчас нам понадобится зажигалка для чего нам нужна зажигалка чтобы обработать край ленточки видишь у ленточки такие края ниточки вылазят все и больше ниточки вот отсюда видишь не вылазит вот такой вот у нас бантик пока очень красивый бантик получился да откладываем теперь смотри нам с тобой нужно взять линейку и отмерить вот эту голубую ленту и кружева по 20 сантиметров где у нас 20 сантиметров ищи вот вот край ставим там где 20 а тут вот где ноль мы подрежем то есть вот тут вот сделаем надрезка складываем ленточку пополам и отрезаем сразу же края я попалю чтобы они у нас не осыпались вот все одна у нас готова здесь также отмеряем 20 сантиметров где 20 вот да вот досюда вот кружевом нам надо также 20 сантиметров все из этих отрезков мы сейчас будем делать юбку для кальций опять нам понадобится нитка и иголка сейчас смотри я покажу тебе на синем отрезке там немножко сложнее а ты будешь делать с кружевом она тоньше и удобнее с ним работать вот так вот я подгибаю краешек проделать туда иголочку сделала вот такой стежок дальше делаю складочку так раз видишь складочка получилась снова делаю стежок эти складочки вот такая вот получается такие вот сейчас мы будем делать встречные складочки вот такая вот юбочка мы чуть-чуть еще стянем нитку вот как получилось лишь как разваление ого прям как у валерина вышла вот и здесь я делаю закрепочку снова часть юбки у нас готова теперь давай я тебе начну кружева ты продолжишь и складочку Другую сторону заложили. Продолжаем. Продолжаем. У кого любимый этот персонаж, жмите лайк. Точно, обязательно жмите на лайки, подписывайтесь на канал, жмите там на колокольчик, чтобы не пропустить наши видео. Все, ждем вас в следующих уроках. Смотри, мы уже можем собирать вот эти вот все бантики, юбочки Эльзы на ободок. Но для этого нам с тобой надо прикинуть, в каком месте у нас должна находиться наша Эльза. Надеваем ободок. И вот сейчас я приложу... С какой стороны сделаем? С этой или с этой? Я могу с этой. С этой хочешь, да? Вот так вот. Подпускаю на воду, да? Смотри. На зрители. Я думаю, что так хорошо. Все, так хорошо. Прикинули, оп, снимаем. Вот в этом месте, я держу его пальцем, у нас будет с тобой Эльза находиться. Да. Теперь мы с тобой берем клей. Делаем клей. Сразу его нельзя использовать. Точно, точно, правильно. Нет. Вот. И очень хорошо. Один кружок. Вот. Один кружок мы приклеили сверху. На нем будет у нас располагаться вся конструкция, да? Угу. С обратной стороны мы приклеим второй кружок для того, чтобы его зафиксировать. Вот. Я вот сюда наношу клей, чтобы у нас все держалось хорошо. Вот так вот приклеиваем. Теперь вот на эту основу мы будем приклеивать наш бантик, на котором будет находиться Эльза. Вот так вот, наверное, сделаем, да? Как на кувшинке. Точно. Так. Я наношу клей. Так. Ты приклеивай. Прям по серединке. Так. Вот. Так. Вот так. Все. Прижимаем хорошо. Чуть-чуть подержим, пока клествует. Все. Основание у нас готово. Теперь вот сюда мы приклеим Эльзу. Вот так вот расположено. я наношу клей. Так. Вставим фигурку Эльзы. Готово. Эльза у нас на месте. Вот. Как красиво получается. Теперь нам нужно сделать юбку. Тренцуз-эльзы. Их пошло. Так. Так. Я устаю. Прямо все. Так. Так. Ну что, куда мы сделаем нашу бутинку? Мне кажется, что мы можем ее сделать вот сюда. Давай покажем. Ну что, как тебе Эльза? Она очень красивая. Очень красивая, мне тоже нравится. Давай померяем. Как тебе мастер-класс? Понравился? Ты теперь умеешь делать бутинки? Все, молодец. Будешь рассказывать в школе? Да? Как ты делала мастер-класс? Ну что, давай прощаться. У нас все получилось? Да. Пускай у вас тоже получится такая же красивая Эльза. Да? Пока-пока. Пока-пока.